На этой неделе в Коми официально объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. Главный санитарный врач Людмила Глушкова рекомендовала закрыть учебные заведения региона. Министерствам и ведомствам отменить все культурно-массовые мероприятия, проводить дезинфекцию салонов общественного транспорта и объявить масочный режим для персонала. Оказалось, количество заболевших за неделю выросло в два раза. Эпидемия порог превышена на 37%. Основную часть заболевших составляют дети, треть – взрослое население. Всю неделю не утихали слухи о первых смертельных случаях от свиного гриппа. Однако вирусологи официально подтвердили гибель лишь 8 человек от пневмонии. Из-за ажиотажного спроса на противовирусные препараты и защитные маски в некоторых аптеках они исчезли вовсе. Александр Головина о невидимом враге. Первый смертельный случай от осложнений, вызванных вирусом свиного гриппа, зафиксирован в Коми на этой неделе. Это сотрудник компании «Интауголь». Мужчина в течение нескольких дней лечился самостоятельно. На этом фоне развилась пневмония. Медики боролись за его жизнь, но поздно. То, что вирус АН1-1.09 особо опасен, говорит статистика. В России от его последствий скончалось уже около 200 человек. В лидерах среди субъектов – Санкт-Петербург. 36 жертв. Этот грипп тяжелый. Действительно, он отличается от других. Он тяжелый в отношении осложнений. А осложнения, значит, довольно-таки коварные. И, ну, соответственно, особая форма там пневмонии, которую тяжело лечить. Сейчас эпидем-порог превышен по республике почти на 37%. Режим оказания помощи в связи с эпидемией изменен. Теперь прием граждан ведется и в выходные, и в праздничные дни. Продлила рабочий день и не отложка. Больше всего болеют в Прелузе, Сыктывкаре, Ухте и Кайгородке. Кстати, это единственный муниципалитет, где зафиксирована еще и вспышка сезонного гриппа – H3N2. Тоже, кстати, весьма заразного. Примечательно, что далеко не все муниципалитеты, несмотря на превышение эпидем-порога, решили закрыть школы. Даже Ухта, например, отнесла рекомендацию лишь на половину образовательных учреждений. Они понимают, рекомендовано это, то есть это еще не обязательно. Они не оценивают свой уровень заболеваемости и неправильно трактуют это слово. Рекомендации, говорят в Роспотребнадзоре, относятся и к тем территориям, где еще не превышен эпид-порог. Это Сысольский и Усть-Куломский районы. Как правило, грипп в первую очередь настигает людей с ослабленным иммунитетом. Это дети, беременные, пожилые, граждане с различными хроническими заболеваниями и ожирением. Главная особенность распространения вируса АH1N1-09 в нашем регионе – высокая заболеваемость среди взрослого населения, то есть тех, кто в первичную группу риска не попадает. Медики связывают этот факт с низким уровнем вакцинации трудоспособного населения. В коме свинным гриппом болеет уже более 100 человек. В чем же принципиальное отличие этого вируса от ОРВИ? Вот рейтинг симптомов, которые нельзя игнорировать. У большинства заболевших свинным гриппом наблюдаются Высокая температура в 97% случаев, кашель – 94%, насморк – 59%, боль в горле – 50%, головная боль – 47%, учащенное дыхание – 41%, боли в мышцах – 35%, конъюнктивит – 9%. В некоторых случаях отмечаются желудочно-кишечные расстройства, тошнота, рвота – 18%, диарея – 12%. Пандемический грипп особо опасен скоротечными осложнениями, а потому заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. При первых симптомах гриппа обязательно нужно обратиться к врачу и стараться избегать мест массового скопления людей. Подумайте о своем здоровье, что не надо ходить на работу, а надо немедленно начинать лечиться. Тем, у кого иммунитет с опасными вирусами не справился, только и остается, что запасаться лекарствами. Их берут скопом, говорят фармацевты, а того пустеют прилавки. Накануне на отсутствие медикаментов в ходе прямой линии жаловались жители Усть-Кулумского района. В столице региона тоже не все гладко. Цена, например, на лицевую одноразовую маску варьируется от 10 до 25 рублей. Это за штуку. К тому же эти средства защиты придется еще поискать. Ощутили ли вы нехватку массы в аптеках варьирусах? Нету нигде. У меня дети сейчас оббегали все аптеки и нигде не могут купить. Вот мы у вас только нашли. У представителей медицины нетрадиционной есть свои секреты в борьбе со страшными вирусами. Фитотерапевт Анатолий Худин уверяет, последний раз температура у него была лет 40 назад. Но если человек, у него иммунитет хороший, тут хоть свиной, хоть птичий, хоть еще какой-то динозавр в грипп придет, человек не должен болеть. Секрет крепкого здоровья народного лекаря прост. Тысячелистник, мята, листья березы, ивы, рябина, зверовой и самое главное таволга. Травяной настой, по мнению фитотерапевта, вот самое лучшее противовирусное средство. В течение дня симптомы пневмонии исчезают. И вот через каждые 10-15 минут по маленькому глоточку, вот это, то есть пол-литра этого раствора на сутки, на день. Прихлебываешь, детям меньше. Медики, напротив, твердят в унисон, народные средства уже не помогут. Доктор Шоумен Комаровский, разместивший подробнейшую инструкцию по гриппу и ОРВИ на своем сайте, заявляет, травы, лук и чеснок – это не панацея. То есть никакой лук, никакой чеснок, никакая горилка и никакие глотаемые вами или засовываемые в дитя таблетки не способны защитить ни от какого респираторного вируса вообще, ни от вируса гриппа в частности. Если вам повезло и опасный вирус обошел вас стороной, медики советуют не расслабляться, а быть во всеоружии. Конечно, если есть возможность присидеть в вспышку вируса, то лучше остаться дома. В противном случае необходимо обзавестись элементарными помощниками. Например, аксалиновая мазь. Ей протирать слизистую несколько раз в день. Не обойтись сии без марлевой маски и дезинфицирующих салфеток. Ими обрабатывать руки и рабочее место. Вспышки различных заболеваний в последнее время нередко, с чего только стоит Эбола. В мире говорили, лихорадка – это начало зомби-апокалипсиса. Однако уже сегодня случаи этих заболеваний фиксируются все реже. Так и со свиным гриппом. Тяжесть эпидемии не превышает аналогичных в предыдущие годы. Тем более государство ситуацию держит на контроле. Терапевтов уже обязали следить за здоровьем больных даже по телефонным звонкам и СМС. Александра Головина, Василий Янин, Алексей Першуков, телеканал «Юрган». «Юрган».